День побития рекордов В смешанной эстафете 4 по 50 лучше стала команда «Дельфин-1» с рекордом 2-0-5 В ее состав вошли Никита Лощин, Екатерина Перминова, Светлана Воронкова и Павел Клюшников Команду «Юпитер», в которую вошли Артем Попков, Артем Романов, Александр Сколдуцкий и Александр Бикетов Победили в эстафете 4 по 200 вольным стилем с результатом 8-54 И, кстати, команда «Дельфин-1» за весь соревновательный день еще трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета Одержал победы в эстафетах 4 по 100 вольным стилем, 4 по 100 комбинированным плаванием и 4 по 50 вольным стилем В Сыктывкаре прошло первенство России по лыжным гонкам среди юнош и девушек 2003-2004 годов рождения 6 февраля в гонке на 10 километров в числе 221 спортсмена выступили воспитанники с Шор Атом По результатам гонки весь мужской пьедестал почета заняли саровские лыжники Победителем стали Сергей Шаров с результатом 26-42 4,7 секунды ему уступил Ян Маркин на третью ступень пьедестала почета С результатом 26-51 поднялся Никита Родионов Тренируются саровские лыжники у заслуженного тренера России Елены Седовой Кстати, не только подрастающие поколения лыжников на прошедшей неделе отличились на соревнованиях Братья Кайдаш единственные, кто представлял наш город на любительском первенстве ПФО по лыжным гонкам в Дзержинске Первый соревновательный день в Дзержинске для братьев Кайдаш получился удачно В масс-старте классическим стилем в своих возрастных группах и Станислав, и Вячеслав Показали себя с наилучшей стороны и смогли подняться на верхнюю ступень пьедестала почета Даже в момент, когда Вячеслав, старший из братьев, проходил свою дистанцию Старался наблюдать и за успехами младшего У него задача была не отпустить нас Первый круг он работал, потом немножко я ускорился, добавил Но он молодец, он выдержал темп, ну и в свое возрастное он занял первое место Вячеславу победа тоже досталась непросто Лыжные гонки классическим стилем требуют от спортсмена изрядной выносливости и способности рассчитать свои силы Тяжело было, думал легко вдастся Первый круг ехал, самочувствие было хорошее Второй круг, гляжу, там соперник не отстает И пришлось терпеть, тяжело, классическая гонка далась тяжелее Всегда после соревнований мы обсуждаем с братом гонку То есть смотрим результат Например, ну не скрывая, я в детстве где-то брата обыгрывал В последнее время как бы я чуть, ну в большей степени ему проиграю Ну и даже опять же, естественно, хожу на старт, стараюсь добиться, чтобы его обыграть Любительские соревнования, на которых удачно выступили братья Это еще одна ступень в их спортивной карьере Как пояснили спортсмены, если в этом сезоне все сложится удачно То Станислав отправляется на Всероссийское первенство среди любителей А Вячеслава ждут международные соревнования в Норвегии И еще немного о лыжных гонках Правда, затронем массовый спорт По традиции, в начале февраля в России проводится массовая гонка Лыжня России Наш город не исключение Какие дистанции готовятся, выясняла Екатерина Пенова В нашем городе Лыжня России проходит уже около 10 лет Традиционно в ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, военнослужащие, работники муниципальных и коммерческих предприятий, сотрудники ВНЕФ И все любители зимних видов спорта Для каждой возрастной группы своя дистанция от 500 до 2 тысяч 19 метров Участников ожидают номера традиционной шапочки Обеспечиваем сертификатами участника Всероссийской массовой лыжной гонки И, конечно, сладкие призы Лыжня России в Сарое пользуется большой популярностью у горожан По статистике, ежегодно она собирает от 3 до 5 тысяч участников В этом году впервые организаторы решили провести брендовый забег на 2 километра с участием представителей предприятий города В команде 10 человек, но здесь уже фантазия самого руководителя предприятия, самих участников То есть единый форум или там что-то Они должны придумать бренд своего предприятия, своего учреждения И, соответственно, они должны в этом бежать Лыжня России 2019 пройдет в эту субботу 9 февраля Массовые забеги начнутся в 12 часов Торжественное открытие назначено на 14 часов Обращаем внимание, что в этот день с 9 до 15.30 будет перекрыто движение автомобилей Кроме общественного транспорта на улице Академика Харитона в районе лыжной базы В конце января состоялось открытое первенство Республики Мордовия по рукопашному бою В соревнованиях приняло участие 18 команд Воспитанники тренера-преподавателя Дюшикар Валерия Трубина Отлично выступили в своих весовых категориях Андрей Малыгин и Дмитрий Мирюков взяли по серебряной медали Сергей Глазков, Николай Батюшев, Александр Сущевский и Андрей Куракин Стали бронзовыми призерами первенства Со спортсменами встречалась Елена Грицкова Пока вторая юношеская цель – стать мастером спорта Дмитрий Мирюков шаг за шагом идет к исполнению своей мечты Очередные соревнования, на которых он стал серебряным призером Показали, что потенциал у юноши есть Но надо уделить больше внимания технике ведения боя и психологической подготовки Соперники были подготовлены Но в последние схватки не повезло Не хватило характера Дмитрий занимается в сексе единоборств более четырех лет Девятилетним мальчишкой вслед за другом он пришел учиться приемам рукопашного боя И с тех пор боевые искусства стали неотъемлемой частью его жизни Поэтому каждый раз он детально разбирается своим тренером ошибки и промахи схватки на ковре И первенство в Мордовии, когда он был в шаге от победы, не стало исключением И захваты, и приемы, удар должен быть Я мог ему много раз нанести удар Но потом, когда уже рассматривал бой, уже понял, что уже сделал на это На второе личное командное первенство в Мордовии по рукопашному бою Собрались сильнейшие спортсмены-юниоры из нескольких регионов страны Более 150 рукопашников и самбитцев боролись за призовые места Воспитанники Валерия Трубина впервые приняли участие в таком турнире Подготовленные ребята были в каждом весовой категории Ребята мои, воспитанники провели не меньше трех-четырех боев Поэтому я думаю, что это достойное было соревнование Соревнования стали отбором на первенство Приворского федерального округа Которое пройдет с 28 февраля по 3 марта в столице Башкирии По результатам проведенных боев на турнире в Саранске Четыре соровчанина обеспечили себе путевку на соревнования в Уфе Тренерский штаб сборной России по хоккею Опубликовал состав национальной команды на универсиаду 2019 Которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта В число спортсменов, которые будут защищать цвета российского флага Вошел защитник ХК Саров Павел Медведев Первую встречу наша команда проведет 1 марта в 15.30 против сборной Словакии И если у Павла Медведева есть повод для радости То остальной команды ХК Саров его нет В матче против Усть-Каменогорского торпеда наши профессионалы уступили гостям Своими глазами игру смотрела Ирина Вышегородцева Уже в первые минуты матча хоккейный клуб торпеда захватил инициативу И отправил шайбу в ворота сыровчан Весь второй период хозяева льда пытались отыграться Но соперник жестко держал оборону Не уступая при этом и в нападении Торпедовцы смогли отправить в наши ворота Еще одну шайбу на перерыв команды ушли со счетом 0-2 Игра никуда очень плохая Плохо наша играет Просто очень плохо Передачи? Нет передачи Защита проваливается вратарь Две шайбы провалил Никакой борьбы Нет таких бросков Нет таких передач Чтобы где-то наши ребята играли С душой Что-то есть Но ни одной комбинации хорошей В первый период еще было что-то видно А сейчас действительно В начале третьего периода Саровские спортсмены атаковали ворота гостей И забили первую шайбу Получив в ответ еще одну В надежде спасти матч В конце третьего игрового отрезка Наши хоккеисты бросают силы на атаку И снимают вратаря В результате Усть-Каменогорская торпеда Загоняет шайбу в пустые ворота Итог матча 1-4 Сегодня у обеих команд четвертая игра через день Это наложилось, конечно Но половина команды играла неплохо А часть команды выпала Выездная серия для торпедовцев оказалась не совсем удачной Три поражения и только одна победа Но это не сильно отразилось на турнирной таблице высшей хоккейной лиги Выиграв у наших спортсменов Хоккеисты закрепились на 15-й строчке Тем самым став ближе к выходу в плей-офф Хотелось бы поздравить болельщиков с победой Радует, что достучались до ребят Сегодня увидели команду, которая должна играть в свой хоккей Парней тоже с победой Выполнили установку на 100% Идем домой, спасибо Следующую встречу хоккейный клуб Саров проведет на выезде 8 февраля Наши спортсмены скрестят клюшкой с альмитевским нефтяником Такой была эта спортивная неделя в Сарове Состоящая из побед и поражения, успехов и неудач Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию Или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в ютубе И присоединяйтесь к нам в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники Всем побед! Пока! Субтитры делал DimaTorzok